Виталий, приветствую тебя! Сегодня у нас традиционная встреча, правда, несколько с небольшим лагом в один день из-за технических проблем, которые возникли на моей стране накануне, но лучше поздно, чем никогда. В общем, возвращаемся на рынки. Основные события фундаментальные еще впереди, поэтому, по сути, мы ничего не упустили. Очень много возможностей на рынке по-прежнему, опирающихся на тот новостной фон, который сейчас складывается. Мы с Виталием традиционно делимся, друзья, точкой зрения, видением рынка с позиции техники, фундаментального фона, говорим о тех сделках, которые, нам кажется, сейчас обладают самым большим потенциалом, чтобы быть отработанными, подсвечиваем эти торговые возможности и заранее предупреждаем, что, конечно же, правила риск-менеджмента – это, как и всегда, на вас, потому что мы, может быть, и указываем какие-то траектории движения, которые нам кажутся весьма вероятными, Но каким объемом, с каким стоп-лоссом, с какими именно вот этими параметрами сделки – это все-таки больше на вашей стороне, друзья. Виталий, я сегодня предлагаю обсудить ситуацию с долларом, который корректировался в понедельник, мы видели после локального роста в конце прошлой недели. Давай к демонстрации экрана перейдем. Да, по сути, мы начали распродажение по индексу доллара эту неделю, но сейчас на азиатской сессии уже с перехода на европейскую видим то, что инициатива возвращается к покупателям. Индекс доллара сохраняет потенциал для роста, и этот рост опирается на хорошую фундаментальную поддержку. Если не говорить про все релизы прошлой недели, можно ограничиться теми отчетами, которые вышли в пятницу. Это индекс PCI, индекс цен расходов на личное потребление, который превысил ожидания экспертов существенно. По годовому выражению мы тоже увидели статистику со знаком плюс, и если анализировать этот компонент как предвестник и опережающий индикатор инфляции, я позволю себе предположить, что при такой ситуации, при неизменности текущего новостного фона, когда мы, например, будем анализировать февральские данные по инфляции, легко можем увидеть и тоже в годовом выражении статистику со знаком плюс. И это еще больше усилит спекуляцию на тему уместности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Помимо индекса PCI были еще данные по личным доходам, личным расходам. Здесь тоже придраться к отчету практически невозможно, потому что личные доходы выросли на 0,6%. Личные расходы на 1,8%. То есть эта статистика еще раз подтверждает то, что инфляция, скорее всего, у американской экономики останется серьезной проблемой, потому что есть очень много оснований для роста инфляции. Заказан товар длительного пользования, который вышли вчера. Этот отчет разочаровал, поскольку было зафиксировано снижение на 4,5%, по-моему, против роста двумя месяцами ранее на 4%. Но многие те, кто копает глубже, считают, что не нужно обращать внимание на этот минус, потому что он связан с одним компонентом. Это спрос на воздушные суда гражданского назначения. То есть если в декабре, когда был серьезный скачок, как раз там, возможно, имело место быть реализация отложенного спроса. И тогда продажи гражданских самолетов выросли больше, чем на 110%. И через месяц мы видели несколько уже поникших спрос, который, на мой взгляд, после взрывного роста является более чем органическим. И если эксперты правы, действительно, то через месяц мы увидим уже снова статистику по заказам товара длительного пользования исключительно на положительной территории, которые будут доказывать, что в американской экономике вот, может быть, с чем-то есть проблема сейчас. Но точно не со спросом, который и как раз поддерживает рост цен на все категории товаров, пока что, правда, в месячном выражении. Но, как я уже отметил, я допускаю, что рост будет зафиксированный в годовом. Это все означает, что американский регулятор будет придерживаться прежней политики. Это политика, при которой у доллара очень хорошая бычья перспектива, потому что это политика высоких процентных ставок. Мы с тобой кулуарно также обсуждали, что как далеко может зайти ФРС. В принципе, сейчас раничный консенсус предполагает, что на ближайших трех заседаниях ФРС может поднять ставку на 75 байсных пунктов в совокупности. Хотя многие допускают, что в свете, например, февральского роста инфляции, данные по февральской инфляции выйдут до заседания американского регулятора в марте, вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов снова может как бы зиять новыми красками. Я считаю, что это вполне реальный сценарий. Как действуем по индексу доллара? Здесь только лишь покупки, без каких-либо сомнений, исключений. Есть коррекция локальная, считайте, что ее можно использовать для того, чтобы зайти в ланги по более приемлемым уровням. Я думаю, что до мартовского заседания не будет ничего, из-за чего можно было бы отказаться от длинных позиций по доллару. Так, европейская валюта. Ну, мы все прекрасно понимаем, что пара евро-доллара – это зеркальное отражение, по сути, индекса доллара. Сейчас котировки 1.06. Я рекомендую европейскую валюту шортить, поскольку делаю большую ставку на укрепление курса американского доллара. Золото прекрасно. Инструмент себя показывается в плане развития медвежьего ралли, которое ранее прогнозировалось. В текущей котировке 1.806 долларов за трость-кумсую. Я думаю, что уже в ближайший час, может быть, меньше, мы увидим тест поддержки 1.800 долларов за трость-кумсую. Дальше мой прогноз – это уверенный тест данного рубежа и снижение ниже. Я допускаю, что в рамках этой недели мы можем увидеть по золоту 1.770-1.780 долларов за трость-кумсую. Причем это снижение опирается на, как я уже отметил, идею роста доллара, на повышение доходности американских облигаций. Актив, который составляет более чем достойную конкуренцию золоту всегда. Сейчас облигации уж точно интереснее для инвесторов, чем золота. Потому что золото снижается с начала года. Облигации продолжают расти. Десятилетки приближаются к отметке 4%. Двадцатилетние облигации выше 4%. Торгуются двухлетки, если мне не изменяет память, по-моему, 4.7 уже. Ну, или около того. Ну, понятно, что здесь очевидно, с каким инструментом нужно работать большим деньгам и институционалам. Поэтому я допускаю, что золото будет дальше снижаться. И, кстати говоря, рыночный сантимент тоже очень важный индикатор оценки текущей ситуации. Большинство трейдеров золото покупают, и, соответственно, золото идет против толпы. И пару слов буквально про рынок акций США. S&P Index котировки 3975 пунктов. Я жду дальнейшее снижение с уходом ниже 3900 пунктов. И снижение американского фондового рынка – это тоже следствие того, что американский регулятор ужесточает политику. И, конечно же, более высокие процентные ставки, они негативно сказываются на тех секторах, отраслях, которые зависят от стоимости кредитных ресурсов. Но это компании высоких технологий. То есть это костяк NASDAQ и S&P. Тоже не вижу здесь каких-либо предпосылок для разворота. И думаю, что вот эти негативные настроения, они сохранятся и дальше. Поэтому шорт – приоритет. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Ну, в принципе, я солидарен с тобой по тем активам, которые ты высказался. Добавил бы, помимо тех данных, на которые ты говоришь обращать внимание, это еще на прошлой неделе вышли данные по ВВП. Они вышли хуже ожиданий. Ну, и ранее, как я говорил, и плюс ты на этом акцентируешь внимание, повышение процентных ставок в сумме, конечно, это будет слишком большая процентная ставка. Если анализировать исторически вот такие данные, то после повышения процентных ставок до таких значений в районе 5%, я ранее, кстати, публиковал, какая взаимосвязь процентных ставок и фондового индекса США, он плюс-минус, квартал, полгода, он будет сильно снижаться, вплоть до такого, скажем, лопания пузыря, достаточно сильная коррекция будет. Поэтому в долгосрочной перспективе я бы не видел вариант набора портфель для среднесрочного-долгосрочного инвестирования по рынку акций только на снижение. Поэтому в этом году я буду искать все время точки входа на шорт по индексу S&P 500 и по другим индексам. Конечно, там будут коррекции, иногда глубокие коррекции, да, и мы будем при сигнале, будем их покупать, да, чтобы словить эту коррекцию. Ну, давай я пройдусь конкретно уже по графикам. Ну, по индексу доллара я с тобой согласен за покупки. В принципе, я весь февраль покупаю индекс доллара, да, практически месяц мы весь показываем рост. Конечно, нужно быть немножко осторожным по поводу дальнейших покупок, так как в любое время может начаться коррекция. Коррекция, как я говорил, может быть достаточно сильная по индексу доллара. Это на обновление 100 пунктов. Но пока таких сигналов я не вижу. Есть косвенные моменты, но пока работаем на лонг. Поэтому, кто ранее не покупал, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе мы с ребятами, и в принципе в обзорах я говорил только о покупке, работаем дальше на рост в район 105,5 и, возможно, выше в район 107-108. Ты тоже, в принципе, эти цели называл. Поэтому работаем на покупку. Дальше. По другим инструментам я повторяться не буду. По золоту там аналогичная картинка. Вчера как раз мы с ребятами говорили, ниже 1820 работать на шорт. В принципе, локально мы уже отпадали. Каких-то свежих точек хода я не вижу. Ну, снова я бы добавил, помимо валют, это рынок криптовалют. Это биткоин. Биткоин тесно взаимосвязан с фондовым рынком США достаточно сильно. Поэтому, кто ранее не шортил, я, кстати, очень хорошо шортил в пятницу и в обзоре на своем YouTube-канале показывал точки входа на шорт в районе 24 тысячи. И мы показали неплохое снижение по биткоину. Сделали опять коррекцию. Я думаю, что с текущих 23 у нас 200. Возможно, еще будет коррекция 23 500 там плюс-минус. Но я бы работал только на шорт с обновлением прошлонедельных минимумов и, возможно, в район где-то 21 тысяча и ниже. Но это там в ближайшей перспективе. По фондовому индексу США я его шорчу, как и ты. Очень хорошие торговые рекомендации получились на прошлой неделе у меня. Я его еще с хай ошортил. Вчера говорил своим ребятам присматриваться к шортам и утрам. Конечно, мы уже немножко припадали, поэтому, кто смотрит наш обзор, уже будет пониже, конечно, шортить. Цели на обновление прошлонедельного минимума, возможно, ниже. Но не исключаю, что здесь будет еще какая-то болтанка, поэтому кто-то не успел шортануть с текущих. Возможно, еще будет коррекция в район 40-20, уровень сопротивления, который у нас на текущий момент присутствует. Зеленым отмечено. Поэтому работаем здесь только на шорт. В ближайшей перспективе, где-то плюс-минус, я вижу его снижение в район 39-38, возможно, 0-0. А дальше уже будем смотреть на сильную коррекцию по данному индексу, как вариант. Ну, помимо индекса S&P 500, всю Америку я бы дальше шортил. Но для любителей, так скажем, европейского рынка, кто не любит Америку шортить или торговать, как вариант, возможно, с немцами поработать. Это немецкий индекс DAX 40. Вот я вчера как раз с ребятами по закрытию рынка говорил шортить и утром. Поэтому на текущий момент, конечно, цена ниже, уже мы подпадали на открытие европейского рынка. Но кто ранее не шортил, текущие цены, в принципе, также можно рассматривать на снижение, на обновление прошлонедельного минимума и пониже, в район 15-14 тысяч по данному инструменту. По другим европейским рынкам, кто прям немцев не торгует, условно. Французы еще, мне кажется, будут корректироваться как вариант. Британцы аналогично сформировали уровень сопротивления в районе, получается, 7, примерно, 920. Тоже здесь возможно работать на снижение по данному индексу. Пока приоритет на текущую неделю – это снижение по фондовым индексам. Еще бы добавил, кто любит торговать товарно-фьючерсный рынок – это хлопок, катон. В принципе, в терминале у нас есть такая возможность поторговать. Этот актив достаточно интересен тем, что он уже достаточно долго снижается и показывает возможный разворот или коррекционные движения потенциальные наверх. У нас сформировался в начале ноября импульс мощный, идет накопление практически 4 месяца, и отсюда возможен прострел вплоть до 95-100 долларов за данный инструмент. Вот как-то вот так у меня по данным активам. Виталий, спасибо тебе за точку зрения, за сделки, за рекомендации и видение рынка. Спасибо, что нашел время сегодня обсудить со мной то, что на рынках происходит. Ну, следим. Несколько отчетов на этой неделе еще будет по штатам. Это ISM производственного сектора, сфера услуг в среду и в пятницу. Будем наблюдать за долларом. Я очень надеюсь, и мы с тобой синхронны в этом взгляде на дальнейшее укрепление курса доллара и слабость рисковых инструментов, причем и фондовой секции, и валютного рынка тоже. На следующей неделе, в понедельник, вернемся к рынкам и обсудим, что на них произойдет и где будут те, за которыми мы следим. Спасибо еще раз. Хорошей недели и хороших выходных. Пока. Всем удачи. Пока.